На турецкой земле. Обучение директоров холдинга ЛС-3 в Анталии. Доступное жилье. Двухкомнатная квартира для пайщика ЖК «Бествей» Евгения Авраменко. Принимайте решения и дарите своей семье радость и новоселье. Добрая традиция. Life is good на пятом международном фестивале народной музыки, песни и танца «Добровидение-2020». Это приоритетная задача, я считаю. Наш долг и долг бизнеса – поддерживать эти традиции. Вы смотрите Life is Good News. Подробности прямо сейчас. С 19 по 21 октября в турецкой Анталии проходил образовательный курс ЛС-3. Его участником стал 31 директор Life is Good. Первые два дня свои профессиональные знания и богатейший бизнес-опыт передавал официальный партнер холдинга, практик, один из главных бизнес-тренеров Андреас Винс. Далее вести занятия продолжили директора холдинга, лицензированные спикеры Международной бизнес-академии IBA. В среду, 21 октября, в эфире канала Life is Good Life был организован телемост с Анталией. На связь со студией вышли советники президента, директора Life is Good – Лилия Щербакова и Вячеслав Короткевич. Топ-лидеры холдинга рассказали свои впечатления о семинаре, отметили важность обучающих программ для роста деловых показателей компании. В частности, Лилия Щербакова поделилась информацией о том, что по статистике каждые два дня рождается новый директор. И вот участником прямого включения стал один из новоиспеченных директоров Life is Good, представляющий Республику Бурятия Сергей Цибиков. Онлайн-вещание Life is Good Life дает возможность оперативно доносить в регионы актуальную информацию непосредственно с мест проведения корпоративных мероприятий, а затем в реальном времени получать обратную связь от коллег по бизнесу. Жилищная история от пайщика Евгения Авраменко. С программой кооперации Bestway он познакомился несколько лет назад. Благодаря доступным условиям ЖК Евгений решил вопрос покупки новой квартиры на выгодных условиях. Мы в этот момент жили в ипотеке, то есть у нас была ипотечная квартира. И когда я сравнил, сколько я плачу в ипотеку, сколько там платежей и сколько могут быть здесь, то я однозначно принял решение избавиться от ипотеки и потом решить жилищный вопрос через жилищный кооператив. Платеж у меня очень маленький, 11 тысяч. Я думаю, что я бы не смог даже снять, если бы захотел такую квартиру снять, за эти деньги я бы просто не смог это сделать. Поэтому платеж очень комфортный. Квартира Евгения двухкомнатная. Ее общая площадь 57 квадратных метров. Дом находится в благоустроенном поселке городского типа Яблоновский, республике Адыгея, в непосредственной близости от Краснодара. Нам очень комфортно здесь жить. На тот момент, когда мы уже приняли решение, нас было трое, а когда мы сюда заезжали, это был 2017 год, нас уже было четверо. Мы много путешествуем с семьей и всегда с удовольствием возвращаемся в эту квартиру. На сегодняшний день, ну, это, наверное, одна из лучших возможностей получить свое жилье. Поэтому однозначно всем рекомендую, разбирайтесь, принимайте решения и дарите своей семье радость и новоселье. 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге проходил 5-й международный фестиваль народной музыки, песни и танца «Добровидение-2020». Церемония открытия состоялась в стенах Российского этнографического музея. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие впервые было организовано в дистанционном формате. Велась онлайн-трансляция фестиваля, а в зале присутствовали только участники смотра, почетные гости, а также петербургские врачи. По традиции, компания «Life is Good» в лице Романа Василенко выступает генеральным партнером «Добровидения». Президент холдинга также является членом Оргкомитета фестиваля. Естественно, бизнес это должен поддерживать. Это сохранение традиции. Потому что очень много сейчас искаженного, и я вот благодарю вас, журналистов, за то, что это освещаете. Это приоритетная задача, я считаю. То есть наш долг и долг бизнеса – поддерживать это, поддерживать эти традиции. И я очень благодарен вот этим коллективам, вот этой молодежи, которая сохраняет эти традиции. Они же этим занимаются. Среди почетных гостей добровидения – представители органов государственной власти, бизнесмены, известные деятели культуры. Среди них создатель и идейный вдохновитель фестиваля – депутат Государственной Думы Олег Нилов, заслуженный работник культуры России Нелли Кобзон, народный артист РСФСР Александр Михайлов, депутат Государственной Думы Сергей Крючек, первый заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы Елена Дропека, руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов. По окончании торжественной части для почетных гостей была организована речная прогулка по Неве. На борту судна состоялась презентация туристского рекреационного кластера Северной столицы. VIP-пассажиры смогли пообщаться в неформальной обстановке, сделать памятные фото на фоне исторического центра Санкт-Петербурга. Далее гости добровидения посетили музейный комплекс «Вселенная воды». Он расположен на территории бывшей главной станции Санкт-Петербургских городских водопроводов, которая является памятником архитектуры регионального значения. Главная задача мультимедийной экспозиции – максимально полно показать значение воды на нашей планете и в жизни каждого человека. Отдельный раздел «Вода в городе» рассказывает о том, как тесно на протяжении всей своей истории Северная столица связана с водой. Завершением первого дня фестиваля стала концертная программа в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. На прославленной сцене свое творчество представили фольклорные коллективы из разных регионов России. Сегодня, 11 октября, второй день добровидения. Гала-концерт в этом году проходит в живописном загородном клубе. Поддержать участников фестиваля приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На территорию комплекса была развернута продуктовая ярмарка местных производителей. Глава региона осмотрел торговые ряды и продегустировал фермерскую продукцию. Далее почетные гости направились к месту проведения гала-концерта. Сцена была смонтирована на открытом воздухе на берегу Суходольского озера. С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также члены Оргкомитета добровидения, в том числе Роман Василенко. Президент Life is Good отметил значимость фестиваля для российской культуры, подчеркнул необходимость сохранения и развития народного творчества, выразил готовность и впредь оказывать фестивалю всестороннюю поддержку. В этом году в добровидении приняли участие 75 коллективов из 40 регионов Российской Федерации. На этом наш выпуск завершен. Мы рады были представить очередной выпуск Life is Good News. Жизнь прекрасна. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин